Привет, меня зовут Никита, и я обыкновенный парень из простой семьи, который с самого детства мечтал покорить весь мир. Сейчас мне 22 года, и мы вместе с моей женой Ларисой уехали из России 6 месяцев назад, чтобы следовать своей мечте. Сейчас мы находимся в Непале и готовимся к нашему первому трекингу, к базовому лагерю Эвереста. Этот дневник мы начали вести 6 месяцев назад, чтобы показать, что обычные люди могут добиться всего, чего захотят. Главное, верить в свою мечту и идти к ней, несмотря ни на что. Сегодня мы с Ларисой просыпаемся в деревне Покхаре. Сегодня наш шестой день пребывания в Непале. Мы находимся на высоте чуть ниже 1000 метров на уровне моря. В прошлом выпуске мы с Ларой добирались сюда на автобусе и как бы еще не гуляли, потому что у нас пошел очень сильный дождь. Мы объедались, отсыпались, а сегодня будем как раз-таки гулять и смотреть, что же что-то интересного в этом городе Покхара. Мы с Никитой собираемся на прогулку. Я уже, конечно, жду, не дождусь нашего трекинга к Эвересту. Нам осталось подождать две недели. Две недели до начала сезона. И потом мы можем спокойной душой отправиться уже в трекинг, походить, смотреть необычайные красоты, гор высочайших в мире. Мы, кстати, решили поехать на автобусе до Луху, то есть не на самолете добираться, а на автобусе, потому что билеты стоят от 20 тысяч рублей на одного. И это еще добавок в одну сторону только. То есть в обратную это будет гораздо дороже. Примерно 800 долларов на дорогу туда-обратно. Нам это не очень подходит. Мы планируем добираться на автобусе, потом мы добираться немножко на джипу. Что, ты готова? Практически. Что, люди просят, ребята, снимайте свою настоящую обыденную жизнь. Показывайте, все эти залезные картинки нас достали, все вот это вот нас достало. Пожалуйста, показывайте. Вот она вот настоящая какая-то. Ну вот мы и показываем нашу вот такую вот добытную жизнь. Чего, никогда друзей без маек, что ли, без трусов не видели? Вот, пожалуйста. Ребята, вы только посмотрите. Давай сюда, я покажу. Ребята, вы только посмотрите на этот вид великолепный. Мы вообще не ожидали, что тут настолько красиво. Здесь озеро, вид на горы. И это просто невероятно. Мы даже видим, что там где-то есть парк аттракционов и набережная. И сейчас мы хотим вам, во-первых, показать немножко подробнее наш отель, и потом отправиться гулять по городу. Там и лодочки, и велосипеды можно в проказ взять, и набережная. Ты чем занимаешься? Смотрите, здесь на территории этого отеля растут вот такие деревья. Я просто не знаю, что это за дерево, но оно так пустно пахнет. Очень много, в общем, этих деревьев здесь на территории этого парка, причем очень больших. А ты проказник. Маленькое дерево, а еще больше. Ну вот, так что, ребята, давайте пройдем небольшой экскурс по нашему отелю и отправимся узнавать вообще, что здесь находится. Мы еще не выходили даже, решили специально выйти вместе с вами для того, чтобы передать вам именно наши эмоции, наши первые впечатления. И мне нравится, что у нас есть такой отдельный спуск. Мы вот так вот просто никому не мешаем, спускаемся куда нам нужно. Все очень красиво. Здесь мы обычно с Никитой сидим и наблюдаем за прекрасными видами озера. На закате здесь просто невероятно. Ты посмотри, что за деревья растут. Да вообще, да как это? Где это так видено было? Посмотри, 5 метров, 6 метров дерево какое. Ну тут реально очень уютно, красиво. Это пока что лучшее место, в котором мы останавливались в последнее время, даже с учетом Вьетнама, потому что во Вьетнаме хоть и комфортное было жилье, но не хватает природы и пения птиц. Куда идем? Я вообще просто планирую гулять. Погнали гулять тогда. Я сегодня почитал в интернете очень интересную новость. Оказывается, этот город Покхара в 60-е открыли хиппи для туризма. То есть в этом месте приехали хиппари, заземлились, и после этих хиппарей, здесь после этих хиппи, Покхара начала набирать популярность. Сейчас хиппи практически не осталось, потому что время берет свое, и большинство хиппарей, пенсионеров, к сожалению, уже больше нет на этом белом свете. Мы с Ларой решили, что сейчас отправляемся к озеру. Хотим на набережную. На набережную. Там есть парк аттракционов, и может быть, если получится, возьмем лодку в аренду и отправимся поплаваем по озеру. Это озеро считается одной из самых высочайших озер мира, хотя я, сказать честно, не понимаю почему, потому что у нас-то высота небольшая, даже ниже, чем Катманду. Надеюсь, что нам сегодня повезет, что дождя сегодня не будет, потому что, я так смотрю, небо уже потихонечку начинает затягивать облаками, и, скорее всего, пойдет очень сильный дождь. Одной простой причине, потому что мы с Ларой дожденьки даже не взяли специально. Смотри, скорее, Йети. Йети? Что мы с тобой, когда пойдем к базовым лагерям Эвереста, мы с тобой Йети увидим? Ну, может быть, да. На трекинге к Эвересту есть такой храм, где хранится череп Йети, и мы его обязательно посмотрим. Вообще-то я смотрел одну передачу, и там говорили, что это вовсе не череп Йети, это череп козла. Как ты? Я Рамду. Как ты назвал? Ла Ла Ди. Здорово познакомиться. Меня зовут Ник. Я из России. Я из России. Россия. Россия Федерация. Я, я, я. Вайрал Ме. Вайрал Ме. Вайрал Ме. Вайрал Ме. Настя познакомиться. Да, спасибо. Спасибо. О, это твоя пьянка? Ой. Ой. Я испугался. Я мобер. Мобер? Что это мобер? Ла Ла Ди. Вайрал Ме. Познакомились с мужчином, очень интересно. Он рассказывает нам, что у него есть какой-то YouTube-канал, Ла Ла Ди. Ла Ла Ди? Ла Ла Ди Покара. Ла Ла Ди Покара. Я вот что-то еще и никак не могу найти. Ла Ла Ди Покара. Ну, давай, я потом найду, хорошо? Хорошо? Потом найду Ла Ла Ди. Тут такие люди интересные. Вот честно, если сравнивать, допустим, Катманду, то люди там вообще другие. Там люди ближе к Индии. А здесь прям люди ближе к тибетцам. This is your son. Вы с Ларисой, представляете, я вот пришел в интернете информацию, что оказывается, в 60-е годы, или в 50-е, что-то не помню по дате, очень много тибетцев сюда эмигрировало. И здесь задержались, короче говоря. Это очень удивительно, потому что вот мы с Ларой приехали, мы сразу заметили, что люди здесь совсем другие. Смотрите, вот оно, озеро Пхева. Короче, погнали искать лодку. Я просто не знаю, где тут. Вроде как лодки есть, но надо узнать, где можно взять их в аренду. Мы вообще изначально с Ларисой хотели взять велосипед, но что-то так подумали, решили, думаю, на лодке было бы, наверное, гораздо интересней, потому что все-таки озеро Пхева, это, как говорится, самое главное, одна из самых главных достопримечательностей этого места. И обязательно, я считаю, что в этой части видео, нашего видеодневника, нужно прокатиться на лодке. Да, можно, конечно, при желании взять пикничок устроить, пожалуйста, проблем каких нету. Просто расселиться на траве, и все, вам никто ничего не скажет. Вдоль набережной здесь куча кафешек, ресторанчиков, баров. Здесь каждый может найти себе развлечение. Хотите баджджампинг, прыгнуть, хотите параплан полетать, хотите лодочку, хотите велосипеды, хотите просто в баре посидеть. Тут рай, я считаю, для европейцев, так как это сочетание природы с вот этой вот ноткой цивилизации. Ну, прикольно. На территории этой набережной расположены такие вот местные локальные кафешки, при желании можно прийти покушать. Я, правда, не знаю, что здесь пациентам не сориентирую. Мы с Ларой пока что не голодны, потому что мы с утра с Ларисой позавтракали каши, и поэтому сейчас мы не нуждаемся в завтраке. Но обязательно с Ларочкой, мы, короче, недавно ходили, ужинали в потрясающее место. Знаете, прям атмосфера такая, знаете, вот хипанская была. Познакомились с такими вот музыкантами, они не пальцы, и там один парень был из Тибета, и мы с Ларой ужинали, и ребята играли просто живую музыку, музыку на гитаре, на барабане. И так это было здорово. Обязательно отправимся, покажем вам это замечательное место. Здравствуйте. Извините, сколько у нас? 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 Это одна лодка, это с двух человек, но если у вас больше, то есть получится еще дешевле получается. Это уже с водителем, мы решили все-таки взять. Кстати, очень удобно. С одной стороны, я вот думал, сгоняйтесь нам просто вдвоем, без людей, ну, без водителя, а с другой стороны, так даже интереснее, потому что тебе не нужно будет грести. Потому что мы с Ларой вот в Даласе были, хоть на катамаране катались, но я устал грести ногами, крутить педали, пока мне что-то там не дали. Ну, сейчас покатаемся, думаю, будет очень интересно. Да, конечно. Спасательный жилет вот и спасибо, что они есть, и спасибо, что они не мокрые, как были в Даласе. Да, Ларочка боится глубины, поэтому спасательные жилеты как-никак в тему сегодня. Смотрите, здесь такие вот лодочки, на которых мы сегодня будем с Ларочкой кататься. Кстати говоря, знаете, по меркам вообще Индии, мы вот с Ларой в свое время, когда были в Аранасе, брали тоже в аренду такой борт и платили около 3000 рупий за час. А здесь как бы 900 рупий, это примерно 7 долларов за один час. За двоих при желании можно взять компанию друзей и отправиться на этой лодке по всему озеру, там у вас билет выйдет вообще в копеек какую-то. Лариса делает подсъемы в наш телеграм-канал. Дорогие друзья, если вы еще не подписаны на наши социальные сети, обязательно сканируйте вот этот QR-код и переходите по ссылке в описании, потому что да, мы выходим все в формате лайф. Выходим, выкладываем все в формате лайф. знаете, вот в этом все-таки есть какой-то определенный кайф, потому что вот мы с Ларисой сейчас идем по этому озеру на этой лодке и здесь нету людей, то есть мы как бы вдвоем, плюс наш сегодняшний капитан. Здесь так тихо, что хочется просто бесконечно плавать, ходить по этому озеру и наслаждаться вот этой вот тишиной. Особенно, знаете, после Катманду как-то даже было непривычно, потому что я в первую ночь вообще заснуть не мог. У меня в ушах такой был, знаете, шум, вот этот вот шум телевизора из-за того, что было очень тихо. А здесь реально тихо, несмотря на то, что здесь немного ночная жизнь развита, здесь даже есть клубы ночные, но все-таки здесь совсем другая атмосфера и другой кайф. И причем это, знаете, это же самые настоящие Гималайи, то есть виды здесь открываются просто фантастические, несмотря на то, что небо немножко затянуло облаками, вот на той стороне, знаете, я увидел очень много домов, особенно, знаете, вечером, когда уже все, сон садится, темнеет и загораются огонечки, и вот на той стороне, прям на холмах, на вершине очень много домов. Правда, я не понимаю, честно сказать, как люди туда забираются, потому что это вообще другая часть, другая сторона этого озера, и дороги я, по крайней мере, к этим домам не видел. Но виды здесь открываются просто фантастически. Я здесь с Ларисой все предлагаю, говорю, Ларочка, давай, может быть, искупаемся? Она такая, нет, ни в какую, я, говорит, не умею плавать, я, говорит, плохо плаваю, воды, говорит, боюсь. Поэтому вообще, говорит, без вариантов. Что? Я это никто не задавал такого. Задавал, ты просто забыла. Давайте хоть немножко водичку потрогаем, но могу сказать, что водичка очень такая теплая. Ну, знаете, вот прям реально хорошая вода. 400 метр? Really? 400? 4, 0, 0. Оу, обалдеть. Он, короче, показывает, что здесь 400 метров глубины, вы представляете? 400 метров глубины, это очень много. Это полкилометра почти. Очень глубокое. Скорее всего, лучше здесь не купаться. Мало ли, тут какой-нибудь, не знаю, подводный Йети живет, даду его нахер. Между прочим, здесь рядом есть остров, который называется Остров Спящего Дракона. Это очень необычно, мы сегодня туда не поедем, но у нас с вами еще две недели в Покаре, поэтому... Что в этом на острове происходит? Там храм, и остров просто необычное название имеет. Я думаю, у него есть определенная история, я просто не изучала, так, ну ты не поедешь сегодня. Но вообще, в Покаре очень много разных мест. Мы нашли и фуникулеры, парк аттракционов, и трекинги отсюда отправляются, и вот эти вот острова всеразличные, на которые можно, между прочим, самостоятельно доплыть вот на такой лодочке. Помните, мы с Ларисой, когда снимали выпуски про Катманду, мы познакомились с канадцем, с Брентом, и он сейчас находится в Покаре, и мы с ним списались, и, короче, он нас позвал с Ларочкой в удивительные приключения на фуникулере, отправиться куда-то вверх на гору, рано-рано, говорит, утром, говорит, будем подниматься вверх на фуникулере, и увидим потом виды на восьмитысячнике, то есть мы, по сути, увидим самые высокогорные, самые высокие вершины мира, и вот мы вот с Ларисой думали, думали насчет выпусков, выпускали раньше два раза в неделю, и поняли, что по статистике не все люди, оказывается, наши зрители успевают посмотреть, поэтому приняли такое решение, что все-таки будем придерживаться выкладки видео раз в неделю, это будет воскресенье, первая половина дня, потому что люди, большинство людей просто не успевает посмотреть наши выпуски, и видео просто простаиваются. Я предлагаю нам с Никитой сейчас просто насладиться поездкой, показать вам природу, помолчать, и послушать вот эти звуки природы. Вы знаете, самое классное, что вот это вот место Покхара, оно как бы не такое еще особо попсовое, и особо люди, ну вот допустим, которые путешествуют по Индии, вот Маммана, Левашиш, это конечно Химачалл Прадеш, это уже такое место, оно конечно фантастическое, но там его уже все знают, и многие, кто там уже был, а в Покхаре это настолько непопулярное место, и большинство людей просто не знают об этом месте, даже вот в YouTube зайти, посмотреть какие-нибудь выпуски каких-то там людей, каких-то блогеров, выпусков, что нет, нифига. О, yes, yeah, yeah, окей, I got no problem. В общем, наш морячок, сегодня капитан, пытается объяснить, что вон там на нас надвигается циклон, что сейчас с минуты на минуту очень сильно пойдет ливень, он говорит, ребята, надо отплывать, отходить назад, быстро. Я считаю, что такой прогулки достаточно, мне очень понравилось, и так прохладно, так приятно, тут такая тишина, в городе все равно ты слышишь немножечко как машины ездят, а здесь вообще такая тишина, вообще кроме нас и кроме плеска водички ничего не слышно. Побежали быстрее. Так, все, надо сбросить жилеты. Thank you so much. Мне очень понравилось. Мне тоже очень понравилось. Так, отдаем жилеты, спасибо, спасибо большое. Что, постоим пока передождем дождик? Дождик, да. Еще супер. Мы с Ларисой после прогулки на лодке по озеру решили здесь перекусить где-нибудь. И здесь, смотрите, везде такие кафешки есть локальные, и мы с Ларой нам стало интересно, мы хотим подняться сейчас на второй этаж и посмотреть, что здесь вообще по ценникам сравнить, потому что мы с Ларой последнее время питались только исключительно в нашем месте, в нашем отеле, потому что мы особенно знакомства с городом еще не было. А здесь такая классная атмосфера. Намасте. Давай возьмем меню, присядем где-нибудь прям с таким видом на озеро, посмотрим, что здесь по ценникам. Давай, где-нибудь. Да, вот тут давай присядем, вон гитара, может быть, я сегодня поиграю даже на гитаре. Знаете, у меня такая мечта есть, я все Ларе говорю, Лара, пожалуйста, говорю, на Новый год, я говорю, подари мне гитару, я хочу научиться играть на гитаре. Она говорит, все, обязательно, если что, я тебе куплю. Но правда, знаете, очень неудобно будет с гитарой путешествовать, потому что это лишний вес, а для нас в путешествии это не очень-таки хорошо, потому что это самое главное, что налегке путешествовать, как можно меньше вещей с собой брать, и у нас и так довольно-таки аскетичный образ жизни, поэтому гитара, это, конечно, здорово, но я очень хочу научиться играть на гитаре. Вот, кстати, смотрите, вот это озеро, а вот тут вот открываются такие вот вершины, но сейчас их не видно. Но, скорее всего, зимой будет хорошо видно, ближе к осенью. К осенью видно. К осенью видно. Просто еще не дождались мы времени этого. Давай посмотрим, что-нибудь по ценникам на меню, но, в принципе, ценники, как и везде. Вот мы с Ларой были в вечернем кафешку, ходили там, где живая музыка. Ценники, в принципе, одинаковые. Мы сейчас с Ларисой заказали ведьмомо, и Лара заказала себе ведьсуп, ведьсуп Момо. И знаете, у нас очень сильно пошел дождь, и нам повезло, потому что вы дошли к это место, и здесь так уютно, мы просто сидим, слышим этот звук дождя, он об этот профлист, об этот вот, видите, крыша, это профлист, бьет дождик. Такая просто сказочная атмосфера, мне здесь очень нравится, я прям искренне вам рекомендую побывать в покхаре. Нам с Ларисой принесли нашу еду, мы заказали вообще вегетарианские мумошки, Ларочка заказала себе тоже такой супчик с вегетарианскими мумошками, мне кажется, он очень острый. Я очень обожаю эти мумошки, давайте попробуем сразу же сходу. Ларочка, ты хоть раз ела суп из мумо? Никогда не заказывала, но всегда хотела попробовать. Давайте, это такой бульончик овощной с овощными мумошками, думаю, будет просто великолепно. Мне кажется, остро будет, нет? Прогреться же надо изнутри. Вообще, кстати, не остро. Удивительно. Тайкан, нет, тоже попробую. Довольненько вкусно. Мне кажется, они просто знают, что нам, туристам, острота ни к чему. Я вот в Катманду ел вот эти вот мумошки, в Химачал Прадеши в Индии ел мумошки. Давайте попробуем здесь. Просто я заметил очень интересный факт, чем дальше отдаляешься от столицы, допустим, да, вот тоже в Нью-Дели, в Дели мы кушали. Ближе к горам, когда отправляешься, мумошки всегда в горах почему-то вкуснее. Так что давайте попробуем. Это гораздо вкуснее, чем мы ели в этом. Я тоже хочу пробовать. Где мы? В Катманду. Попробуй. Держи. Это самые вкусные мумошки за эти две недели в путешествии по Непалу. Это да. Обалденно. Это нереально вкусно. У нас прошел дождь. Уже солнце немножечко скрывается за горизонтом, и мы с Ларисой отправляемся в какой-то парк аттракционов. Здесь он есть на набережной, там есть колесо обозрений, какие-то еще аттракционы. Я это все дело не очень люблю, потому что боюсь все это дело. Меня сразу начинает укачивать, и знаете, не очень приятно. Но я думаю, будет максимально эмоционально. Посмотрите, какая красота. Уже потихонечку солнце прячется за горами. Ну, правда, солнце уже-то не видать, но такая небольшая дымка в небе, и... Там, кстати, орлы кружат. Да. Там куча, штук 10, мне кажется, вообще. Мы с Ларой даже удивлены, мы не ожидали увидеть здесь орлов, если честно. Очень классные, они большие, горные. Я их рассмотрела вблизи, это просто невероятно. Я хочу пойти на колесо обозрения, посмотри, как оно быстро крутится, кстати. Как в Индии прям. Прям как в Индии. И, может быть, там еще есть какие-то страшные аттракционы, не знаю. Сейчас посмотрим. Я соскучилась. Мы были последний раз на Винкерленном аттракционах во Вьетнаме. Намасте. Как ты? Алло. Как ты? Он. Вроде бы это он. Вроде это вход. Лара говорит, что там есть Кабикадзе, и я, конечно, очень сильно переживаю на этот счет, но давайте попробуем. Я не пойду на Кабикадзе, сразу предупреждаю. Мне это... Аттракцион единственное, не нравится, что там вверх ногами, а я это ненавижу. Как раз-таки вот начинается зона всех развлечений. Я там вижу, что это такое. Пойдем глянем быстренько, что там у нас такое. Ну вот что-что, но вот этого я точно здесь не ожидал. Да и вообще даже во Вьетнаме такого не было, знаете. Но здесь в горах похрен на высоте чуть ниже одной тысячи метров над уровнем моря увидеть парк, в котором катаются на роликах, это, конечно, что-то невероятное для меня, по крайней мере, потому что я прям удивлен. Короче, вся молодежь тусуется здесь. Я это понимаю. Пойдем кататься. How much ticket? How much ticket? Mini two ticket, please. Как выяснилось, Никита Сергеевич хотел прокатываться на камикадзе, знаете, такая вот штука, которая кверх ногами переворачивается, но нам сказали, что вы не можете купить один билет, надо минимум два. Я говорю, как так? Как два билета? Почему? Мы продаем только по два билета на этот аттракцион, и что за бред такой? Если бы я здесь один был, например, как так? Я недоволен, надо с этим что-то делать. Ну, я категорично отказалась с этой компликацией, потому что мне этот аттракцион не нравится. За два билета мы отдали 300 рупий от примерно 2 доллара. Это колесо передвигается с бешеной скоростью. Мы с Ларисой, когда были в Индии, химачалу продэши, на подобном аттракционе катались, и, знаете, было довольно-таки страшно. Я вам так скажу честно. Мастер. Я готов. Я готов. Пристегивайся быстрее. Безопасность. А в Индии, кстати, не было, помнишь, эти штуки? Мы просто Ларис сидели нас так вот в разные стороны раскачивали, но это на самом деле аттракцион нифига не безопасный. Я слышу, как тут работают двигатели, как и ремень вариатора крутится. Очень страшно на самом деле. Очень страшно. Ох ты шьё. Зато какой вид открывается, просто посмотрите. Это что-то невероятное. Очень красиво, вид на реку, на озеро вернее. О, Господи. Ребята, это очень страшный аттракцион. Да, да, да. Эта кабинка, знаете, так ещё раскачивается? Но неприятненький, неприятненький. Я обычно ощущение, так скажу. Я такого колеса по трене не просила. Блядь, это реально страшно. Это как будто бы, знаете, сломатое падение какое-то. У меня сейчас страшно. Это очень страшно, ребята. Это очень страшно. О боже. У меня глаза как пятерублевая монета стала сейчас. Что, я привыкла. Душа в пятки уходит, да? Ребята, посмотрите там внизу. Просто обрыв. Вот здесь. Вот это нифига. Скорость очень большая. Никогда в жизни не каталась. Попробуйте, когда что-нибудь такое. Просто. Ужас. Это ужас. Это очень страшно. Мне вообще не легчает, знаете, я сижу и обцепился, как маленький котенок. Я думал, это будет романтично, если честно. Нет, это хардкор. Какая романтика. Он мне как хардкор. Пусть они останавливают свою штуку, мне не нравится. Если у них так колесо вращается, я не представляю, как у них там корабль или камиканзо, потому что это ужасно. На этом мое страдание не заканчивается. Лариса все-таки уговорила меня, чтобы я купил еще два билета. В общем, я не хочу, но придется кататься на этом ужасном аттракционе. Где контролер? Не знаю. Пойдем на самый верх куда сядем. Не знаю. Давай, давай, самый верх. Если получать эмоции, спектр эмоций, то получать по максимуму. Чему? Тут вот колени упираются. Ну и хорошо. Да мы улетим. Да не улетим мы. Блин, привет. Я боюсь очень. Я боюсь. Это ужасный звук. Очень шумно. Ты сама место стащила, так что все. Ужас. Если я плевану вниз, то надо лепиться их. А потом... Господи, за что мне это? Ни зачем мне сюда пришел? Просто... Я держусь ногами. У меня, чтобы вы понимали, ноги не вмещаются, мне приходится держаться ногами. Это просто ужас. У-У-У... У-У... Бля... У-У-У... Это ужасно. Не нравится! Обожаю, отр Cavきたly! Ты сличка? ты глотаешь держись мы сейчас с ларисой пойдем прогуляемся по вечернему городу покажем как тут вообще люди живут что они делают куда они ходят чем они живут что они едят и что они делают здесь на территории этого парка на территории этого набережной есть всякие рестораны которых можно прийти и по лакомиться вот такими вот вкусными стейками свадить нас рыба здесь на шашлычки и сосиски в общем все есть на любой вкус можно причем при вас же это возьмут все дела на мангале сделают ларочка это сегодня прям песню напевала в тему потому что шашлыки и всякие рыбы до мангальчик у колечки так пахнет майскими праздниками мы как будто в мае гуляем где-нибудь горах его лайк да нет типа майские праздники все приехали на выходные пикники устраивают вот такая атмосфера здесь мне нравится обратим внимание такое стилёвое поведение и звезда тебе и гирлянды и такие надписи яркие место очень красивое причем знаете мы с ларой сколько гуляем и вот за все наше путешествие по покхаре за весь этот выпуск не встретили наших соотечественников да мы вот видели только одного человека кто разговаривает на русском языке вот по нам деньги меняет с ларочкой все а так вообще тут очень относительно много европейцев это нужно понимать что сейчас допустим по меркам покхары считается не сезон сезон начинается только ближе к октябрю к сентябре к ноябрю когда восьмитысячники открываются есть даже больше как зимой сезон то есть если ливереста нужно октябрь-ноябрь и типа то что потом холодно к базам лагеря да 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 а здесь нужно после ноября приезжать в покхару ну кстати вот сейчас сентябрь и вообще отличная красота просто я я думаю вы сами себя видеть правда снежных вершин вот не видать жаль я думаю с ларочкой в ноябре сюда еще вернемся и мы с вами видим здесь такой вид там вот за этими горами за этими холмами скрываются холмы горы восьмитысячники я думаю с ларочкой стоящим ноябре вернемся покажем вам атмосфера вообще невероятная я говорю вот эти шашлыки пикники живая музыка живой музыкой и вот эти горы с озером это что-то объединяет и создается впечатление как будто я где-то на отдыхе но согласись нет ощущения что там где-то в индии даже в непале нет вообще другое она приходит только когда видишь людей местных да или когда вещь между местные постройки тогда да а вот если так как будто бы каком-то курорте наступает вечер огоньки в этих заведениях загораются и очень такая приятная знаете атмосфера абсолютно любое место можно прийти поужинать вкусно цены везде абсолютно одинаковы и да кстати цены везде одинаковые и самое классное что здесь атмосферно здесь реально можно прочувствовать атмосферу на берегу рыбачат давайте спросим посмотрим может у них тут улов какой-то есть что они здесь сегодня наловили может быть рыбка есть на мосты на мосты газ мосты но рыбы рыбы не видать мужики где рыба то вся послушать теперь звуки настоящей природы мы с ларисой нашли здесь такую довольно таки уединенную лавку скамейку и решили просто посидеть сейчас в моменте наследиться этим замечательным видом подвести сегодняшние итоги дня мы сегодня с ларой еще сходим по ужинам в наше одно из теперь и самых любимых мест если нам повезет мы там увидим услышим живую музыку мы там познакомились с компанией ребят вот знаете очень колоритные тоже это не пальцы и один парень из тибет я вначале этого видео дневника рассказывал сейчас мы решили просто посидеть насладиться этим замечательным видом послушать звуки природы пение сверчков и просто сказать этому миру спасибо этой жизни спасибо что у нас есть такая возможность благодаря вашей поддержки спасибо что вы нас смотрите спасибо что вы нас поддерживаете и верите в нас ведь без вас без нас не было бы ничего этого спасибо вам дорогие наши зрители я вот правда не знаю насколько здесь безопасно ночью но даже по сравнению с тем же самым катманду но вот мы с ларой идем на набережную мы уже получается прошли идем по центральной главной улице похоры знаете вот нету тут сабы кстати говоря вот эти вот барыг которые есть в катманду на каждом углу где тебе пытаются каждые там два метра продать и любое вещество здесь такого нету здесь его ты идешь спокойно очень много кстати девушек европеек то одни ходят и не боятся по сути здесь есть только одна главная улица которая идет вдоль озера есть набережная а есть такая проезжая часть вот как мы сейчас идем вот так она выглядит здесь также всякие магазины и кафе можно взять в аренду байк велосипед ну еще вот такие кафешки и просто гулять ходить заходить в разные места может здесь и инвентарь к трекингу приобрести мы пойдем обязательно узнавать здесь цены так что можно так вот просто вдоль озера ходить что дальше мы не знаем когда-нибудь ему и хотим еще взять велосипед здесь в аренду или байки и проехаться просто посмотреть что здесь рядом есть в округе то что мы были только около озера на набережной и вот по этой улице гуляли больше мы собственно и никуда и не ходили в общем и с ларисой пришли в наш любимый кафешку и такие доброжелательные люди работают в общем поднимаемся на третий этаж здесь у нас есть потрясающий вид открывается также на наше озеро сегодняшнее если нам повезет мы заставим сегодня наших друзей с кем проводили вечер до этого они играли живую музыку но но сегодня к сожалению их нет но ничего страшного и хава и вот в общем а им файн вэри гуд плейс в общем это хозяин этого места и он играет постоянно чек 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 в общем играет на гитаре на барабане я вам предлагает подняться выше мысла родить скажу честно еще не были мы сидели вот здесь вот даже на террасе не разные сидели поэтому давайте поднимемся на самый верх и посмотрим что у нас я я поднимаемся гляньте что у нас здесь что давай посмотрим может быть здесь полная все забиты еще забиты новостей хава и ой 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 лар нам предлагают туда еще есть там мужик сидят я пойду посолю как мужики сидят давай может вниз цельникит мы с тобой вместе посетим you guys like our pizza ноу мы бить тут то ведь бургер он ли бургер можно все-таки туда сядь не кажется они же давай тут просто запахи здесь все заняты и нас ребята пригласили к себе вовнутрь вот но ларочка не хочет потому что ну с одной стороны я понимаю на что таки девочках не как тут такой запах волшебной травы и вот ребята которые наверху сейчас к себе пригласили вот они прям это курит по всей видимости даже запах такой прям вообще ташкет я бы сказал сегодня мы с ларисой не стали долго думать и наш выбор сегодня упал на два вегетарианских бургера и знаете что могу вам сказать что это одни наверное самых вкусных бургера которые мы когда-либо с ларисой пробовали этот бургер без мяса здесь шампиньоны котлетка такая с овощами и очень вкусный соус ребята картошка с соусами не за что это соус очень вкусный еще здесь такой интересная подача салата на ложечки из морковки так вот берешь чтобы все руками без приборов и кушать я думаю что со смелой душой можно подводить итоги сегодняшнего дня и сказать что сегодняшний день был максимально насыщенный мы покатались на лодке показали вам покхару постарались ее хоть на чуть-чуть чуточку раскрыть и знаете это был такой вот первый день знакомства с покхарой мы сейчас ларочка будем кушать всех благодарим за просмотр с вами были мои богомоловы большое спасибо что поддерживаете нас не забывайте подписываться на наши социальные сети ну а мы будем кушать вам желаем хорошего дня хорошего вечера приятного аппетита а с вами были мы богомоловы всем спасибо за просмотр всем пока